Местные жители и зоозащитники требуют остановить за бой собак в подпольном цехе в одном из частных домов советского района Самары. Напомню, что производство было обнаружено правоохранителями в июне этого года. Собак отпустили на волю, а на бизнесменов завели уголовное дело. Один из них был выдворен из страны на родину, во Вьетнам. Однако, как утверждают зоозащитники, бизнес на собаках продолжается. Алена Алешина разбиралась. О том, что в одном из частных домов на южном проезде подпольный цех по отлову бродячих собак, стало известно еще в июне. Тогда свидетели нелегального бизнеса обратились за помощью к зоозащитникам и полицейским. Клетку с собаками правоохранители действительно нашли, а в отношении хозяина возбудили уголовное дело. Это оперативная съемка подпольного цеха. Смрад, рой мух, повсюду разбросанные шкуры и внутренности животных. Рядом ожидающие своей участи. В клетке напуганные псы. Итог визита полицейских. Свобода четвероногим. Штрафы выдворения одного из живодеров за нарушение миграционного законодательства на родину во Вьетнам. Его соотечественнику, организатору бизнеса, уголовная статья за жестокое обращение с животными. Впрочем, позже обвинения снимут, не найдя ни состава преступления, ни жестокости в отношении четвероногих. Эти кадры сделаны сегодня. Цех по-прежнему работает и поставляет собачатину на рынке Самары. Это утверждают местные жители, которым издевательство над животными не дает спать спокойно. Особенно после того, как в округе стали пропадать породистые псы. У моей подруги пропала собака. Ну, то, что пропала, потерялась. Вот по глупости, без поводка гуляла, пропала собака. Собака приметная, то есть порода такса, как бы, да, и поэтому нам вот сообщили, что ее видели здесь, в этом районе, в частном секторе. Мы видели сами непосредственно, как подъезжала сюда газель, слышали крики собак. И издалека видели, как, то есть, их прям за шкирку достают, выгружают живых собак, то есть, загоняют вот куда-то сюда на территорию. Хозяин злополучного дома и не отрицает, что собачатину у него берут, но только свои или больные туберкулезом. Якобы оно помогает им выздороветь. Шаурму продаете собак? Нет. Не продаете? Нет. А я помню, я на депертизу провезла. Не понимаю. Смотри, не понимаешь? Мясо собак продаешь? Это как болит, они вот тут-чуть, они заказывают, которые... Они болит, заказывают мясо собак? Да. Сегодня ни лая, ни собак. В холодильниках куриные тушки. Они же и в багажнике автобизнесмена. Активист общественной организации, ратующая за гуманное отношение ко всему живому на планете, Ирина Евдокимова почти год писала во все инстанции. И даже получала в свой адрес угрозы. Но на своем стоит твердо. В России собака всегда была другом человека, а не ингредиентом для шаурмы. Я один раз слышала, в силу все-таки возраста уже, сегодня купили шаурму, завернули, что-то не поняли, вкус такой интересный. Я не придавала этому значения. Честно говоря, у меня в голове не укладывалось, что в Россию, где люди с такой большой, широкой, доброй душой, могут допустить вот такие мерзости. Сайгон и Сури – последние, кого удалось спасти. Кто-то из жителей, вроде бы, пожаловался на этого предпринимателя. И вследствие наш водитель поехал. Вот они выловили его, еще алабайку. Пес явно домашний, потому что он очень настроен на человека. Причем очень привязывается быстро к людям. И у него есть след от ошейника. То есть вот здесь вот шерсть, немножко как сваленная. Также у него есть… Пойдем покажем, пойдем покажем на хорошую. Вот есть здесь неживые раны. Скорее всего, его резали или еще что-то. Может быть, наказывали за непослушание, ну или просто попался по горячую руку. В приюте верят, что эти вольеры – временное пристанище. И собаки скоро найдут прежних или новых хозяев. Жестокость, похоже, становится модой. Случай, который обсуждает вся страна – Хабаровск. Имена 17-летних школьниц теперь звучат только со словом живодерки. От кадров издевательств и убийств кошек, собак и птиц волосы встают дыбом. Что теперь ждет самих подростков, решит суд. Судьба же самарских псов пока на совести бизнесмена. Самое главное, запомните, мы не остановимся. И мы не остановимся, мы будем ездить к вам всегда, всегда. Не смотрите, если мы хоть одну собаку еще узнаем, что вы издеваетесь, убиваете. Мы будем сюда ездить постоянно. Алена Алешина, Алексей Гриднев. Новости губернии. Новости губернии. Новости губернии. Новости губернии. Продолжение следует...